Смотрите сегодня. Братья МакКей. Бенни, как там? Выравнивай. Продираются сквозь буш. Давай ко мне. И пытаются избежать разрушений. Мост ненадёжный. Стив Грэм сражается со старым врагом. Данами, вот и я. В худшее время года. Плохо дело. А Бампи Фарреллу не хватает мощности. Обороты падают. В составе грандиозной автоколонны. Реальные дальнобойщики. В 110 километрах к северу от Брисбена Роб и Бен МакКей ведут гонку со временем. Время поджимает. У них менее часа, чтобы проехать 60 километров с трёхкомнатным домом на прицепе. Уже близко. Двое братьев везут дом из Брисбена в поселение рядом с Гимпи. Они уже проехали полпути из 220 километров в северном направлении. Это семейное дело. Начиная с 1966 года, семья МакКей доставляет дома в дальние уголки Квинсленда. Можно ехать? Проходим? Да. Сейчас за рулём следующее поколение – Роб и Бен. И эта доставка напомнила, что перевозка домов – дело не для слабонервных. Джимми, давай вправо. Есть риск удара током, поломки и обрушения. Работа опасная, груз очень тяжёлый. Бенни, убери эту штуку. Я кричу ему, он мне. Давай ближе ко мне. Мне приходится бегать, чтобы показать Робу, что у него с другой стороны, там, где слепая зона. Он съезжает. Если что-то не так, виноват он. Бен МакКей. Ошибиться легко, и кто-то должен быть виноват. Обычно это я. Робби МакКей. Их последняя проблема – срок доставки. Где поворот налево? А у них на пути дорожные работы. Как шило в одном месте. У них 45 минут, чтобы миновать Гимпи, до времени на запрет проезда большегрузов. Он попробует освободить дорогу. Увидимся, ребята. Если не успеют, их операция остановится. Дорожные работы – главная проблема. Последнее препятствие позади. Роб может нажать на газ. Как там? Порядок. Можно ехать. У них есть 40 минут, чтобы покрыть 50 километров. Но дом из досок и черепицы не создан для перевозки на скорости в 80 километров в час. Когда готовишься к поездке, в голове миллион вещей. В Перте ветеран грузовых перевозок Стив Грэм готовит автопоезд. Ведешь не один грузовик, а три. Так что проблем хватает. Это уж точно. Он взялся за срочную работу по доставке электростанции ценой в полмиллиона долларов в удаленную общину аборигенов на севере Австралии. Станция нужна для электроснабжения поселения, отрезанного от общей электросети. Там все жители переживают за эту доставку. Из Перта Стив отправится с двумя грузами. В Карате и Порт-Хедленде он заберет другие грузы, а затем поедет в отдаленное поселение Балко. В пути длиною 3000 километров Стив встретится со старым врагом, дорогой Танами. Ухудшает ситуацию и то, что скоро начнется сезон дождей. Может, зазвонить телефон, и мне скажут, начался дождь, дорога Танами закрыта. Во время дождей грунтовые дороги станут непроезжими. Танами, вот и я. От таких мыслей даже становится дурно. Стив Грэм. Этот прицеп отвезу первым и поеду в Балго. Но сначала проверю метеосводку. А то еще застряну там неизвестно на какой срок. Понедельник — 80%. Вторник — 90%. Среда — 70%. Вероятность дождя в эти три дня — 80%. Нерадостно. Напряженность растет. Стиву нужно загружаться и ехать. Первый груз — хрупкая электрощитовая. Будет паника, если я доставлю ее разбитой. Вверх дном. Не говори так. Чтобы погрузить ее и разгрузить, Стив взял в прокат прицеп с подъемником. Я уже такое перевозил. При погрузке была поломка, и в середине пути тоже неприятно. Надеюсь, в этот раз все обойдется. Подъемник ведет себя хорошо. А вот груз — нет. Он неуравновешен. Проблема в том, что контейнер наклонился. Можно подогнать вилочный погрузчик и поднять его, чтобы выровнять. Одно неверное движение и хрупкое оборудование получат сильный удар. Работа нервная. Груз очень дорогой. Принимай вес. Хорошо? Готово? Что ж, можно ехать. Груз на месте. Пора в путь. Топалго пять дней пути. А дожди с каждым днем все ближе. И вот вскоре страхи Стива становятся явью. Начало неудачное. Буду надеяться, что там, куда я еду, дождя еще нет. В удаленном районе Нового Южного Уэльса 40-летний водитель Бампа Фаррелл готов войти в историю. Воплощаю мечту. Бампа водит больше грузы четыре года. Последние два он перевозит в сено, переданное в дар нуждающимся фермерам. Я вкладываю в свою работу сердце. Бампа. В этот раз Бампа собрал автоколонну невиданных размеров. Я люблю масштабные проекты. 120 фур. 7 тысяч тюков сена. Полторы тысячи километров пути. Из родного города Бампы Дарлингтон-Пойнт автоколонна с сеном два дня будет двигаться до Илфракомба, штат Квинсленд, где фермерские хозяйства страдают от небывалой засухи. Засуха не проходит, а только усиливается. Нас ждут 270 фермеров в радиусе 450 километров от Илфракомба. Большая площадь. Развернись и встань вот за этим фиолетовым. Будешь за ним. Организация этой масштабной операции стоила Бампе пяти месяцев трудов и множества седых волос. Это Энди. Оставьте сообщение. Я договариваюсь с водителями, поставщиками сена и фермерами. Все время на телефоне. Поиграй пока с ним. Зазвонит, ответь. Когда до отправки колонны остается несколько часов, Бампа задумывается, справится ли он. Я всем сказал, что нужно быть в Дарлингтон-Пойнт в шесть часов. Да, здесь. Я на нервах. Неравный бой. У Бампы проблемы. Один из грузовиков пропал без вести. Грузовик выехал, но водитель на звонки не отвечает. С ума сойти. Я не могу дозвониться до него. Каждый недостающий тюк сена кто-то ждет. Я не могу оставить сена. Если он не найдет другой грузовик, то кто-то из фермеров сильно расстроится. Реальные дальнобойщики. Мы едем через Гимпи. Братья Маккей спешат выехать из Гимпи до комендантского часа для грузовиков. Мы торопимся. Они везут дом шириной девять метров. Без двенадцати шесть. Остается двенадцать минут. Нужно проехать город без задержек. Но мусоровоз мешает проезду. Бенни, проходим. Медленно. Возьми правее. Вес груза пятьдесят тонн. Легкое столкновение может нанести вред грузовику и дому. Давай, проезжаешь. Ты от него сантиметрах в тридцати. Задержка им не нужна. Если они не успеют до комендантского часа, придется припарковаться и получить новое разрешение. Пока едем. А на это уйдет несколько дней. Впереди новая проблема. Низкий мост. Подъезжаем. Высота дома на прицепе пять двадцать. Под мостом он не пройдет. Перед поворотом я задержу транспорт. Понял. Но выезд слишком крутой, и дом может соскользнуть. Придется поднять его с помощью гидравлики прицепа. Пока не проедешь, не ускоряйся. Подъем взят. Но до срока осталось пять минут. Как там движение? Час-пик сейчас очень некстати. Уйдя от дождя в Перте, Стив Грэм идет на всех парусах, стараясь обогнать сезон дождей. Но ему еще нужно забрать груз в карате. Можно въехать на стройном автопоезде? Нет. Придется отцепить. Понял. Спасибо. Нужно разъединить автопоезд, чтобы заехать во двор. Двор там маленький. Стив уже опаздывает, а разделение автопоезда заняло час. Вопрос. Не зря ли он потратил время? Есть такое чувство, что встроенный автопоезд сюда бы въехал. Пойду выясню, в чем дело. Места бы хватило. Мы можем грузить. Где прицеп? Рядом. Интересно, а встроенный вы бы загрузили? Думаю, да, вы могли бы заехать. Я потерял время на отсоединение. Такие вещи очень расстраивают. Теперь Стиву нужна быстрая погрузка. Добавь сантиметров 10 спереди, ладно? Хорошо. На прицеп ставят один из двух генераторов, нужных для электроснабжения удаленной общины. Но к моменту выезда на дорогу Стив уже потерял два часа. Я бы управился за полчаса, если бы знал, что можно заезжать на автопоезде. Второй генератор я загружу в Порт-Хедленде. Здравствуйте. Когда погрузка? Я дам вам знать. Отлично. В этот раз он может заехать на полном автопоезде. Не то, что утром, когда пришлось отделять прицеп. Здесь меня и так загрузят. Но приходится ждать кран. Стив ждет час и ему это надоедает. Как же меня это утомило. Мы выясняем, когда приедет кран. Надеюсь, он уже рядом. Время истекает. Скоро будет. Хорошо. Наконец, кран прибывает. Но не такой, как ожидал Стив. Скажи, кран поворотный? Нет, не поворотный. Надо отделять прицеп? Видимо, да. Ладно. Это стало последней каплей. Кран не поворотный. Придется разбирать автопоезд. Кошмар. На ошибки и задержки ушло полдня. А с приближением сезона дождей это может стоить Стиву отмены доставки. Завтра начнется гонка со временем и погодой. Успеть бы. За несколько часов до отправления автоколонны с сеном организатору Бампи Фарреллу не хватает одного грузовика. Он ищет ему замену. Я понимаю, когда водитель не может поехать, но когда он не перезванивает и не появляется, это меня бесит. Привет, это Брэндон. Ты в Гриффите? Хорошо. Через полчаса. Он нашел водителя в соседнем городе и тот готов помочь. Я приехал 15 минут назад. Хорошо. Огромная автоколонна готова к отправке в путь. Итак, сегодня важный день. Длина колонны 80 километров. Будьте ответственны. И дело тут не во мне, а все не для фермеров. Это надо помнить. Приехали, сгрузили, разъехались. Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! Хватит уже. Ладно, выезжаем. 120 грузовиков повезут 7 тысяч тюков благотворительного сена. План Бампы становится реальностью. Пап, я должен ехать. Но не плачь, малыш. Моей семье тяжело. Мы едем кормить коров. Слушайся маму. Ладно, пора. Ты поедешь передо мной. выезжай из площадки. От головного грузовика до Бампы на замыкающем длина колонны составит 60 километров. С таким количеством транспорта Бампа ожидает проблем. Но первым из строя выходит его грузовик. Обороты падают. Движок просто подыхает. Братья, это Бампа. У меня с машиной беда. Не знаю, в чем дело. Мотор пока пашен, но все хуже и хуже. Усилитель руля не работает. Так не пойдет. из-за плотного движения братья Маккей задержались. Комендантский час уже наступил. Приказа остановиться не было, хотя уже 6 часов. Пока полиция разрешает движение. До цели 5 километров и ребята молятся, чтобы не было задержек. Они могут нас и здесь остановить. Малейшая проблема и полиция остановит движение. Мы едем через Гимпи. Граница города. Давай за мной. Они проехали. Рад, что Гимпи позади. Но поездка далека от завершения. Как дела? Следи за машинами. Понял. с грузом шириной в 5 семейных автомобилей поездка легкой не получается. Наша ширина 9 метров, а деревья совсем рядом. Все может кончиться плохо. Давай правее. Роб полагается на указание брата. Теперь прямо. Хорошо. Вот так. недопонимание может иметь печальные результаты как для дома, так и для репутации семьи МакКей. Давай на меня. Такие маневры возможны только с тем, кому доверяешь. Бенни я понимаю с полуслова, как и он меня. Мы делали такое много раз. Деревья все ближе. Цепляешь ветки. Как я и ожидал, стало тесно. Ничего, прорвемся. Пока хорошо, но это только пока. Хотя размер груза меньше из проблем. Сейчас главное вес. Старые хлипкие мостики. Проехали. Но следующий мост еще опаснее. нет знака ограничения веса и выглядит мост не очень. Строители моста и не думали, что их творению придется выдержать вес трехкомнатного дома. Надеюсь, не сломается. Реальные дальнобойщики. не сломается. Порт Хедленде Стив Грэм проигрывает гонку с сезоном дождей. Я не могу изменить план действий. Задержки с загрузкой стоили Стиву пять драгоценных часов. Я трачу не только свое время, но и время моих заказчиков. Это неприятно. Наконец, оба генератора на прицепах. Спасибо за работу. Наконец-то. Стив получил весь груз. Я снова счастлив. Как только все закреплю, я загружен. Путешествие продолжается. Теперь всего лишь осталось доставить электростанцию. Впереди 1450 километров непростых дорог. на горизонте видны облака красной пыли. Похоже, погода меняется. Эта часть Австралии известна экстремальным климатом. Я въезжаю в регион Пилбара. Температура здесь около 45 градусов. Грузовик весь раскалился. коробка передач нагрелась до 130 градусов. Экстремальная жара заставляет работать на пределе 20-летний грузовик Стива. Если буду гнать, то прикончу подшипники и шины. Придется тратить время на их замену, так что в жару я сбрасываю скорость. Стив решает проверить машину и останавливается. То, что он видит, ему не нравится. Видите эту штуку? Уплотнитель колпака ступицы полетел. Очень неприятно. Плохо дело. В новом южном Уэльсе грандиозная доставка сена от бампы Фаррелла началась с кошмара. Автоколонна из 120 грузовиков все дальше, а бампе срочно требуется помощь. Через 20 минут прибывает Гай, механик автоколонны. Здесь все в норме. Вижу. Не протекает. Но эта ситуация имеет неожиданный поворот. Гай! Я понял, в чем дело. Горючее кончилось. Топливный бак пуст. Из-за суеты при погрузке один грузовик забыли заправить. Мой грузовик забыли заправить, а я не проверил. Мы заправили все грузовики, кроме моего, хотя я руковожу этим проектом. Рядом нет заправок, и им приходится импровизировать. не одно, так другое. Возьмем топливо из запасного грузовика. Но начинается борьба с протечками низко и силой тяжести. Сдай назад. Вот так. Нет. Топливо не льется. Похоже на бред. Единственный вариант автозаправка, которая находится в часе езды. Автоколонна уже в 100 километрах впереди и выходит из зоны радиосвязи. Это Бампа? Прости, я отстал. Связь может прерваться. Бампа организатор доставки. И он должен руководить процессом, а не стоять на обочине без топлива вот жаблон и радиосвязи. После томительного ожидания топливо прибывает. но даже с топливом грузовик не готов ехать. Нормально? Да. Наконец, Гай говорит, что все готово. Порядок. грузовик слегка приболел, но теперь можно поднажать и догнать колонну. Посмотрим, что еще случится. Глохнет? Только не это. Заглох. на задворках Квинсленда на пути братьев Маккей встал ненадежный мост. Надеюсь, не рухнет. Они не знают, выдержат ли старые балки вес в 35 тонн. Все колеса на мосту. им остается лишь надеяться не останавливайся и двигаться дальше. Преодолев мост, они уже почти на месте. Наконец-то скоро разгрузка. Приятно, когда ты достигаешь намеченной цели. Все рады, и особенно заказчик. Открывай левые ворота. Место установки дома на этом загоне. Осталось только сгрузить дом, но проезду мешает дерево. Придется поднимать. Они подключают всю мощность прицепа, чтобы поднять одну из сторон дома. Хорошо. И вот препятствие позади. Разгружаемся и уезжаем отсюда. На финишную прямую прибывает владелец. Привет. Он хочет поставить дом на выбранное место. Недавно был сильный дождь. Вижу. Я боюсь застрять. Недавний дождь затопил участок, на который нужно поставить дом. Вот новые провалы. Надо их выравнив выравнивай. Когда Роб и Бен пытаются поставить дом на нужное место, случается катастрофа. Грунт проваливается под весом в 35 тонн. Трехкомнатный дом увяз. В обжигающем регионе Пилбара у Стива Грэма неприятности. Вот уплотнение из колпака ступицы. Дело плохо. Беда. Возможно полетел подшипник. Поломка подшипника это серьезно. Если не устранить поломку, подшипник раскалится до красна, вспыхнет огонь и трейлер может сгореть или отвалится колесо. Подставлю домкрат и посмотрю, что там случилось. Неприятнее всего то, что я теряю время. Но выбора нет. Надо починить или будет хуже. Если подшипник сломан, одно колесо придется снять. Люфта кажется нет. Впервые за эту поездку Стиву повезло. Подшипник колеса цел. Но чтобы продолжить путь, Стиву придется заменить разбитый колпак ступицы. Вот что осталось от колпака. В помойку его. Хорошо, что мы не на грунтовке. Теперь другое дело. Ремонт окончен, но тут Стив замечает новую проблему. Похоже, из генератора вытекает жидкость. Думаю, это дизельное топливо из его бака. Я заметил жидкость, но не думал, что утечка серьезная. Новые проблемы это новые задержки. И Стиву они совсем не нужны. Пока Бампа Фаррелл решает проблемы с мотором, автоколонна с сеном движется на север без своего руководителя. Я сильно отстал. Грузовик нужно починить быстро. Гай, возможно, нашел неисправность. На дне бензонасоса есть экран. Похоже, под него забилась грязь, и он не пропускает топливо. Грязь блокирует топливо. Гай прочищает насос, и Бампа делает еще одну попытку. Благодаря Гаю, Бампа снова в деле. Если бы не Гай, я бы сам не додумался. Возвращаемся на дорогу. Теперь нужно догнать колонну. Надеюсь, неприятности закончились. мы в 140 километрах от Кабара. Остальные грузовики уже там. Они нас ждут. Придется поднажать. Плохо, что там нет автосервиса. автоколонна остановилась далеко впереди. Водители пытаются понять, где сейчас Бампа. Но вне зоны связи головной водитель Джон мало что может сделать. Думаю, надо ехать дальше. В 100 километрах позади Бампа старается наверстать упущенное. Я пять месяцев все организовывал, а теперь отстал. Даже смешно. Почему именно я оказался в роли отстающего? Бампа въезжает в Кабар. Бампа въезжает в Кабар. Ответа нет и колонны тоже. Но у водителя, который едет на юг, есть новости. Брэндон, Брэндон, слушаю. Ребята едут дальше на север. Удачной дороги. Колонна далеко впереди. У Бампы заканчивается горючее, и он вынужден сделать остановку. Но Бампу ждет еще одно неприятное открытие. Болт протер на шине канавку. Надо осмотреть передний мост. С шиной проблемы. Видишь болт? Что делать? Не уверен, что замена шины поможет. Встала дилемма. Ехать дальше с риском взорвать шину здесь тоже? Нет. Или провести ремонт и окончательно отстать от колонны. Реальные дальнобойщики. всего в нескольких метрах от цели братья Маккей завязли со своим грузом. Еще раз. Колесо уже выходит. Вперед или назад? Назад. Газуй. Они выехали. Стой. Все колеса свободны. Но оказывается, что теперь установить дом на нужном месте почти невозможно. До упора налево Бен убеждает Роба попробовать еще раз. Стой. грузовик. они возвращаются к началу. Мы снова увязли. Нужно подложить под колеса брусья. Когда грузовик будет стоять жестко, они применят гидравлику, чтобы вытащить прицеп. вылезли. Работа сделана. Осталось подложить временные опоры. Хорошо то, что хорошо кончается. В городе мы задержались и пришлось ехать вечером. Нужно его поднять. Проходишь. Уже расцвело. Бенни, я за тобой. Дай правее. Грунтовка, скот, деревья. Мы хорошая команда. Десять лет работаем вместе. Для братьев водителей это обычный день, объединяющий в себе работу, веселье и семейное дело. Еще один готов. В целом все прошло хорошо. Вот только бегать я устал. Стив Грэм обнаружил утечку топлива из генератора. Из бака выплескивается горючее. Вообще-то там должен быть уплотнитель. Электрогенератор срочно нужен в Балго. Если он не работает, то удаленное поселение ждет катастрофы. Надо предупредить заказчика. Сейчас ему позвоню. Хочу, чтобы заказчик встретил меня у придорожной закусочной и оценил оборудование на данный момент. Если все нормально, то я поеду дальше. Нет смысла ехать в Балго, если генератор не работает. Рядом с закусочной в 900 километрах от Балго Стива ждет заказчик. Утечка топлива его не беспокоит, но кое-что другое привлекает его взгляд. Тут в полу огромная брешь. Ты шутишь? Нет. Ты ее не заметил, когда загружал. Точно не заметил. Я думал, что там такой пол. Думаю, теперь там полно грязи. Сам посмотри. Да, уж обрадовал. Стив проехал 2000 километров, не зная, что часть пола отсутствует. Я и не знал, что части пола не хватает. Когда я осматривал будку, я подумал, интересно придумано. Оборудование в целости, но без части настила ущерб не избежен. дорожная пыль попадет в будку, забьется внутрь щита и работать он уже не будет. Странно, что они забыли про пол. Чтобы груз выдержал переезд, нужен ремонт. Может положить пластик или пару широких досок. несколько несколько часов, да? А времени у Стива нет. Хорошо, что он заметил. Иначе по дороге оборудование превратилось бы в мусор. Это точно. Чтобы провести ремонт, нужно проехать 60 километров до участка заказчика. Стив смотрит на часы и на небо. вместо того, чтобы ехать на восток к Танаме, я еду на запад в Брум. Если начнется дождь и дорога через Танаме будет закрыта, Стив останется без оплаты, а жители поселения без электростанции. Если я опоздаю с выездом на день, последствия будут серьезные. кронштейн трется о шину. В новом южном Уэльсе шина грузовика Бампы может лопнуть в любой момент вместе с его мечтою доставить сено фермерам. Здесь тоже? Нет. Но из-за ремонта он сильно отстанет от автоколонны. Давай поедем и посмотрим, что будет с шиной. надеясь на удачу, Бампа продолжает путь. Будучи координатором операции, он должен принимать решение заранее. Он въезжает в зону действия радиосвязи. Думаешь, 10 километров? Я вас почти догнал. 160 километров пути, но мы доехали. Колонна идет ровно. Он прибывает вовремя. У одного из грузовиков неполадки. Бампа бросается в бой. Похоже, подшипник колеса накрылся. По дороге нас встретит Джонни Дойл, он поможет. Ясно. Взяв ситуацию под контроль, Бампа отправляет колонну дальше. Дойл, нужна твоя помощь. Жди нас на 90-м километре. Понял. Впервые за весь день Бампа осознает масштаб сделанного. Колонна огромная. Моя мечта становится явью. Мы в 10 километрах от Барингама. Там и за ночью. А завтра поедем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец, Бампа может перевести дух. Да. День был трудным. Но ненадолго. Мы проехали половину пути. Завтра продолжим. Но главное, мы доставим им сено. Так как до пункта назначения 800 километров, а в колонне 120 грузовиков, которые везут 4200 тонн сена, то трудности наверняка еще будут. Смотрите в следующей серии. Над Стивом Грэмом сгущаются тучи. Я должен свернуть до начала грозы. Он въезжает в Танами, сильная утечка, с капризным грузом. Нужен глаз да глаз. Найджела Вага ждет неспокойная поездка. Всякое возможно. Он перевозит 900 диких козлов. Если сместятся вбок, мы перевернемся. автоколонна Бампы Фаррелла один грузовик сломан. Проходит испытание на прочность.